Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Здравствуйте! Сейчас я буду убегать. Хотела вам показать немножечко, что же я буду дарить дочери моей пухарочки. Она мне сейчас, я ожидаю звонка, потому что я не знаю, где она живет, но приблизительно знаю. Она у меня поработала, потом ей у нее еще два дома. Вот она заканчивает работу и позвонит мне, я подъеду и поеду вместе с ней уже в ее дом. И поэтому я сейчас упаковываю ей подарочек. Я почему до сих пор еще не отдала, потому что тут и ремонт у нас шел, и все, как бы тут эти праздники, все мне некогда было. Пошила, вы видели, что я пошила. Вот такой костюмчик. Вот такой. Вот такой. Кто не видел на видео, посмотрите. У меня есть видео, там где я делаю вот эти, там где я шью эти костюмчики. Вот, помимо этого, я еще ожидала, я заказала по интернету. Дело в том, что я у нее спросила, может быть тебе там, ну тут такие продаются, такой типа как, ну не кроватка, такой матрас такой толстый. Вот, и там сверху такой, как балдахин, или как называется, вот так вот, как в колясочках бывает, знаете, вот такое. И потом там на молнии пристегивается сетка москитная, чтобы ребеночек там, допустим, нет, я хотела ей такое купить, там подушечки, одеяльцы. Она говорит, нет, у меня такое уже есть, там, они купили все, я говорю, там, ну что там тебе надо, там, бутылочки какие-то, там, вот, эти, ну, детские какие-то всякие, причандалы вот эти. Она говорит, нет, нет, это все есть, это, говорит, у нас теплых вещей нет, а у нас, как бы, зима на носу. Вот, и я заказала, я, правда, заказала побольше, потому что зима у нас не такая длинная, короткая, поэтому я заказала вот такую курточку. из искусственного меха, и вот штанишки. Вот, и я заказала большой размер, сейчас, конечно, он утонет в этом, ну, так как, я же говорю, у нас зима короткая, ему будет на следующий год тоже, вот, достаточно будет. Курточка такая вот она, и тянется немножко, это, в общем, на следующий год тоже подойдет. Вот, вот, такие вот у меня покупки, а сейчас у него прямо и ручки спрячутся, сейчас он лежит, это, в кроватке, сейчас ему сколько? Чуть больше, два с половиной месяца сейчас, вот, но зима у нас будет, ну, холодно будет в декабре, в январе, вот, как раз вот, это, у него, я же говорю, закроются все ручки, ножки, там, не надо, ну, надевать никаких перчаточек ему. Ну, они никуда и не выходят, в принципе, тем более, там, в одеяльце или что. Ну, вот сейчас я упаковываю и буду, вот так вам показываю еще, буду я выдвигаться. Сюда уложу. Ой, мне надо померить, соседка заказала. У соседки внук тоже родился, и она увидела, как раз пришла мне там заказ давать, увидела вот эти вот вещи. Она говорит, а ты что, тоже умеешь шить? Я говорю, я вообще-то с этого и начинала. Я, когда приехала в Индии, то тогда, как бы, ну, некому мне было тут шить платье, только вот в городке в нашем. Вот, а так шила, вот, индийцам в основном детские вещи. Ну вот, еще я и дам денюжек к празднику. Ну, деньги я даю в размере, ее месячные, немножечко меньше, она получает 3,5 тысячи. Сейчас вот нужно будет после праздников ей повышать, несмотря на то, что она берет столько выходных. Вот, ну, мы дадим 3 тысячи ей. Вот, и еще целую, там, пакет сладости различные уже муж купил. Сейчас вам покажу. Вот еще купили такие, это, кстати, хрустяшки. И сладости. Вот, и сладости. Вот, и вот денюжки 3 тысячи. Сейчас вот я все откладываю. И все, и пойду. Тепидевари. Тепидевари. Такое, двуспально. Она потом дочке на свадьбу его приданное положила. Хорошее такое, дорогое одеяло. Вот, дарила сервиз этот, столовый. Дарила миксер, вот этот блендер дарила. Вот. Своей помощнице по дому однажды шкаф даже подарила. Ну, ей нужен был шкаф, вот этот металлический тут в Индии шкафы такие. Но они, конечно, дорогие. Такие подарки не дарят. Но вообще я хорошие подарки дарю. По сравнению вот с другими, никто, конечно, так не одаривает своих помощниц. Ну, я говорю, у меня, моя давно уже тут работает. Сколько уже лет, больше 20 лет работает моя, которая помощница по дому. Поэтому я, конечно, ей дарю дорогие подарки. Ну, в размере обычной зарплаты. Хотя я же говорю, что обычно кто-нибудь там саре даст, довольно дешевое, сладости даст и все. Вот. И это... И она вот, ей нужен был шкаф очень. Потому что у нее там то мышки, то крыски, там, не знаю, одежду портят. В общем, ей нужен был шкаф. У нее не было шкафа. Вот. Мы с ней вместе поехали в мебельный магазин. Вот. И вот, допустим, шкаф, я не помню сколько он, 7 тысяч, наверное, стоил. Я ей плачу 4,5 тысячи. И вот я ей сказала, что я тебе, как бы, надевали то, что я даю тебе 4,5, а остальные вот, которые, там, 2,5 тысячи еще, я у тебя просто вычту из зарплаты. Она согласилась у меня. Ну, как бы, как просрочку, она мне там, я несколько месяцев ей отнимала, эти деньги высчитывала. Вот. И, в общем, как бы, и она довольна, и у нее такая дорогая покупка, на которую она бы там не собрала бы денег еще долго, может быть. Потому что вот так вот часто я тоже дарю ей деньги, или там она взяла взаймы, вот дом достроить ей же нужно было. Вот. Взяла дом достраивать. А тут заболела она. То потом у нее собака заболела, она операцию ей делала. Понимаете, вот это вот все, конечно, деньги. Она раз, опять растратила, говорит, опять я не могу там достроить дом. Ну, поэтому, я же говорю, когда вот такие крупные у нее покупки, я вот так вот и делаю. Покупаю что-то, а потом у нее высчитываю. Как-то она у меня просто тоже деньги брала, мотоцикл покупала сыну. Вот. И тоже вот она со мной расплачивалась практически, наверное, целый год. Так что я забочусь о своих помощницах, потому что я без них тоже мне очень сложно. Ну, и как бы они без меня тоже, вы знаете, им бы было очень сложно прожить. Вот сейчас у меня вот соседи, которые, ну, такие, как сказать, экономные очень, мягко сказано. Которые там, вы знаете, очень считают деньги и своим персоналу, своему обслуживающему, они денег не хотят там увеличивать зарплату. И вообще, как бы, очень торгуются с ними, очень мало им платят. Вот. И поэтому они вот не могут найти. Вот сейчас у меня даже соседка напротив, у нее приехали сын с женой, дочка с мужем. Там на праздники приехали. И, по-моему, там еще, то ли дочери родители, да, дочери родители тоже приедут к ним, ну, как бы в гости на праздник. Ну, вернее, приехали уже. Вот. И вот она тут каждый день спрашивает, это мою тоже просит помощницу. Ну, моя помощница у нее там один раз в месяц поработала и больше говорит, я там никогда не пойду. Вот. И помощница по дому тоже говорит, нет, нет, я к ней вообще не пойду, потому что она денег не дает, а работу много требует. И, вы знаете, она однажды помощницу мою попросила, говорит, ты приди, я тебе заплачу, ты приди. И вечером там у нее какие-то гости были, говорит, там ничего много не нужно, там попоры такие, ну, как пирожочки такие, вот, как бы пожарить. Вот. И там чай, кофе приготовить надо было. Ну, и она пришла к ней, допустим, она пришла к ней в 6-7 часов, она говорит, где-то так. Вот. И до 10 вечера она у нее там была, то есть она вот это все жарила, готовила чай, кофе, подавала, это там у людей было много, наверное, у них. Вот. И она ей заплатила, это вообще, это просто смешно. Ну, обычно, ну, я не знаю, ну, ну, руфе 200 надо платить, наверное. Она ей заплатила 20 рублей, можете представить. 20 рублей, 20 рублей, это, ну, вообще ничего. Ну, доллар 80 рублей стоит, 82 доллар стоит. Ну, представьте, это 25 центов. Ну, пусть тогда 80 рублей, это доллар стоил, это было года 2 назад. Ну, поэтому вот она постоянно вот кого-то просит, кого-то ищет, у кого-то просит помощницу на какое-то на время. И вот так это, и к ней никто не хочет идти. Вот тоже поработают месяц и бросают. Поэтому я говорю, я своими дорожу, а еще бывают такие, что и воруют. Поэтому, конечно, с помощницами тоже напряженка. Вот у моей подруги она очень, у нее была одна помощница, там, по-моему, 6 или 7 лет, причем такая, ну, как бы верная, такая она ей доверяла все. И потом она ей, как бы, на голову села, и сколько она ей тоже помогала. И что-то она, ну, в общем, они распрощались с ней. А эти вот новых она берет и постоянно что-то, что-то да не так. Пока они научатся, пока они там привыкнут. Вот у меня тоже сейчас есть помощница. Утром моя повариха не может приходить, потому что у нее, у нас за ребенком, за этим, за младенцем купает его там. Дочка у нее не умеет видеть, или вот она, как бы, ребенка этого покупает, там все, массаж сделает, там переоденет, все постирает. Вот, и потом только приходит. И поэтому на завтрак она, естественно, она не может прийти. И более она еще там, где она живет, у кого она живет, там, ну, как помещение для прислуги, она там у нее живет, она же там в первую очередь должна. Там она тоже поработает. И она приходит ко мне сюда в час. В 2 часа мы обедаем. А вот, и на завтрак нету ее. Ну, я же говорю, я готовлю, готовлю, но потом уже тоже мне бывает, времени не хватает. И я пригласила девушку. Тут у нее как раз работы нет. Я ее однажды тоже приглашала уже. И вот она у меня завтраки готовит. Ну, тоже, понимаете, я каждый раз мне надо так. Это я, допустим, своей помощнице могу даже не говорить. Я там еще сплю, у меня муж там сказал, вот это, вот это приготовить. И она уже все знает. Вот, а тут мне надо самой встать, над ней стоять, показать, как порезать, как почистить. Там, каким размером порезать там овощи, если это нужно. Или какое-то блюдо, которое она не умеет готовить, мне нужно. То есть мне нужно с ней стоять. То есть или я сама сделаю, или я вот еще буду с ней стоять за деньги. Деньги ей платить, и она вот это будет делать. Поэтому, я же говорю, я не хочу менять, какие бы они ни были. Хоть там есть, бывает там что-то у них. Я же говорю, и выходные берут, и все. Но, тем не менее, я не хочу менять этих помощниц на новых. И потом, вот это тоже девушка, которая у меня сейчас работает, она молодая. Вот она, я ее научу только, а потом она замуж выйдет, и опять мне новую нужно будет кого-то брать. Замуж выйдет куда-то, уже уедет, и все. Ну все, мои дорогие, мне уже пора идти. Пока-пока. Так, нам нужно куда-то уходить. Поэтому я ждала-ждала вот свой звонок от своей кухарочки. Но она еще задерживается, и мы решили сами найти ее дом. Моя кухарочка еще не пришла с работы. Дома был только муж и дочка с ребенком. Малышка призничал, я не стала там долго им их стеснять. Отдала подарки и ушла. Ну, моя кухарочка, конечно, хотела, чтобы я заранее ее предупредила, и чтобы там вместе еще посидела у них, там чай, наверное, попила. Но я говорю, не надо, не надо, не беспокойся. Я только проведаю ребенка, увижу и уйду. Ну вот, я ушла, уже садилась в машину, а тут она вышла, и ребенок уже успокоился, уже не плачет и гуляет во дворе. Я вам раньше уже говорила, что ее муж, ему ампутировали ногу, вот он на протезе, с протезом как бы ходит. Ну, а своей помощнице по дому я не снимала, я ей отдала. Она приходила с утра работать, и мы ей тоже отдали денежки. Ей побольше, у нее зарплата побольше, ну и она, конечно, побольше делает работу, убирает у меня двухэтажный дом. Ну, как бы во всем помогает. Спасибо вам, мои дорогие зрители, за просмотры. Я желаю вам всем здоровья, хорошего настроения. У нас праздники, ну и вас я поздравляю. Хэппи Дивали!